Всем привет дорогие друзья, с вами Вилноу и в этом видео расскажу вам о том, за кого поиграть в Burning Crusade, кто крутой в PvP, кто крутой в PvE, что важно и что нового добавили относительно ванилы. Но перед этим сходу, как всегда, тымовички! Тымовички! Это когда ты во сне увидел Бизона, так вот рукой пованил, а когда он подошел, это оказался Турен и это невероятные ощущения по этому сходу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребяточки, начнем с каждого класса подряд, а потом непосредственно расскажу о том, что я вообще думаю, как обстоят дела и что будем делать. Начнем с охотника. Сразу начну с того, что, грубо говоря, как я понимаю, BM будет очень хорош в PvE, MM будет очень хорош в PvP у нас. Сурв, он просто какой-то парень сбоку, в какой-то степени, поскольку сурвы это по большей степени всякие там были ловушки, всякие саппорты, штуки-дрюки. Поэтому так бонусом, скажем так, идет, да, будет так у нас обстоят дела. Конкретно добавили ему очень интересную функцию, убрали ему так называемую мертвую зону. Конкретно у него была такая мертвая зона, где он и не мили атакой не может ударить, да, и не может стрелять. Конкретно поправили это и сделали так, что ты можешь стрелять уже в состоянии от 5 и выше, да. То есть, если раньше от 8 и выше, то тут от 5 и выше. То есть, грубо говоря, до 5 ты можешь что-то мили способности использовать свои, а после 5 уже сможешь стрелять, да. Преимущественно, естественно, стрелять, самое главное. Начали скалироваться пэты, то есть, чем сильнее одет ваш персонаж, тем сильнее становится пэт. Да и в целом выбор стал более обширным, более интересным, нежели чем одна кошечка, которая там была самая сильная на ваниле для ДПС, да. В общем-то, еще полезной штукой добавили тот факт, что ловушки теперь можно ставить в бою. Что, очевидно, сделали его более полезным для него в ПВП и, опять же-таки, в ПВЕ в том числе, потому что помогает тоже дамажить вот эти вот всякие взрывные ловушки. Очень классно это все дело подходит. И в итоге мы имеем тот факт, что довольно-таки сильный класс, один из лучших, хоть и, грубо говоря, пара-тройка-кнопочный в ПВЕ ротациях своих, но по факту лучший. Лучший в своем роде будет, один из лучших дамагеров, очевидно, в ПВЕ, ну и, очевидно, суперсильный в ПВП, поскольку брали мертвую зону. Ну и вот, опять же-таки, вот эти ловушечки дали в бою, скалирование пэтов, ну и, как бы, едем и дамажим. Естественно, поскольку, как правило, самые дамажные, это те, у кого три ДД-специализации. Явно они будут одни из самых доминирующих в своем роде. Следующий, кого посмотрим, это Воин. Воин, ребяточки, что ему добавили? Во-первых, ему сделали более приятную ярость, то есть она гораздо более эффективно получает от своих атак, более эффективно от атак по вам получается, поэтому она более приятно регенерируется, генерируется, да? Что классно. Сильнейшим является, как всегда, в ПВП и ПВЕ, в общем-то, хорошо смотрятся Армсы, Армсы, да? Естественно, классным смотрится, как ни странно, уже более приятным Танк. Сейчас расскажу, почему, да? В принципе, Танк Вар, да? Ну, Фури Вары, я как понимаю, ближе к прокачке, но в целом, как бы, тоже могут на что-то сгодиться, ребяточки. Значит, добавили Победный Раш, то есть что это такое? Если в актуале, это когда вы убили противника, вы можете следующим ударом, там, этим Победным Ражем похилиться, тут вы не можете похилиться, но можете сразу дамажнуть. В данном случае, то есть для прокачки самое то. Вот убили моба, сделали рывок к следующему, начинаете уже с Победного Ража, чтобы дамажить с ходу нового моба. То есть приятно, очевидно, да? Ну и в Подземельях тоже, в принципе, приятно. Сделали рывок к союзнику, который позволяет перехватывать всякие там неприятности, какие-то, возможно, даже способности, что классно, как бы, я так думаю, причем это напоминаю всем, грубо говоря, дают, там не было такого выбора специализации. Тут, как бы, все скиллы на одном персонаже на месте. Дали супер чит, по идее, скилл с 15-секундным КД, а отражение вот этих вот самых заклинаний ему дали. Спелл рефлект, то есть представьте, можете отражать заклинания, которые направлены у вас каждые 15 секунд, что довольно-таки жестко, на мой взгляд. Дали ему командный крик, как вот у него был крик на урон, теперь у него есть крик еще и на ХП. Естественно, очевидно, может быть только один крик от каждого вара. То есть, в принципе, насколько я правильно помню, там два вара, и они уже покричали, и вроде как работает. Ну, это, насколько я уже сам пытаюсь это дело вспоминать, да. Очень супер читерный скилл. Почему читерный, да, потому что, во-первых, как бы он у армсов. Насколько мне известно, пассивка. То есть, если вы закачаете эту пассивку на максимум, то, используя дубины, что является основным приоритетным оружием для ПВП, используя все дубины, как одноручные, так и двуручные, ну, естественно, двуручные в случае армса, вы даете каждой атакой стан. То есть, каждая атака это практически стан, как бы. И это прям считалось прям довольно-таки жестким, хоть и странным, но жестким. Сами понимаете, каждая атака стан, это прикольно. Ну, и почему танкам, например, стало жить попроще? У них дали скилл, который требует не так много ярости, и который снижает броню. То есть, своего рода спам-обилка в инстах, да, вы спамите это снижение брони, вот этот раскол брони, и оно вешает дебаф, раскалывает броню, очевидно, что, в общем-то, и помогает одновременно союзникам, да, больше дамажить позволяет, ну, и в целом, как бы, вам лучше агро держать, потому что вы тоже дамажите чем-то, а не кем-то, да. Такие, собственно, дили или нелишки. Значит, Мах, да, ну, Мах супер читерный, насколько мне известно, Фрост в ПВП, поскольку ему дают элементаль, ему дают ледяное копье, и, соответственно, вставки с элементалем, который призывной, не навсегда, как сейчас, а именно призывной, вы его призываете, можете кидать Фростнову, подожди, наверное, перепутал, да, с чем-то, ну, в общем-то, прихваждать к земле противников, нанося им огромный урон, потому что, когда он прихвожден, там, скилл гораздо больше дамажит, и они, типа, супер нагибаторы в ПВП, но неудивительно, да, и арканы, вроде как, хорошо смотрелись в ПВЕ, если вы хорошо умели кастовать целую одну кнопочку, да. Также ему добавили интересный скилл, спелл стилл, то есть вы можете воровать скиллы какие-то, и конкретно, опять же-таки, в ПВП, представьте себе, у паладина есть крылышки, их тоже добавили об этом чуть позже, они дают просто 30% урона. Мах видит эти крылышки и ворует их, и получает 30% урона. Довольно-таки жестко и полностью, фактически, контрит в какой-то степени паладина, что довольно-таки, опять же, жестко, довольно-таки жестко. Далее им инвиз, которого раньше не было возможности уходить в инвиз, теперь они могут ставить стол еды, как нормальные люди, а не крафтить еду и отдавать кому-либо, да. Появилось драконное дыхание у фаермаха, как последний талант, и огневый щит появился, с огневый щит, апает вам крит урон, вероятность, точнее, крита, и когда вас бьют, получают урон, как бы, как из разряда щитов, да, их там несколько, вот, поэтому такие вот делили нишки. Значит, жрец. Жрец. Тут, очевидно, была, как всегда, такая интересная, скажем так, расфусикусировка, да, что холли это всегда для ПВЕ, ДЦ это всегда для ПВП, а ШП это и то, и другое, и ПВЕ, и ПВП. А объясню, почему, да, то есть, помимо очевидных разнообразных полезностей в виде вкусных дебафов, которые помогают всей команды, супер дамажите в ПВЕ, опять же таки, касается ШП, да, у них еще дали им массовый диспелл. Массовый диспелл, опять же таки, снимает бабл с паладина, снимает вот эту вот ледяную глыбу с мага, снимает, то есть, довольно-таки жестко. Добавили им защиту от страха, то есть, либо на себя, либо на союзника кидаете, на него не подействует следующее заклинание, фира, что тоже очень классно для ПВП. Опять же таки, появился скилл, который хилит и себя, и союзника, вот вы его жмете, и хилит он и союзника, и вас, одновременно по одинаковому количеству, собственно, хпс, добавили призыв вот этого вот твари из ниоткуда, который, когда автотачит, вам ману восстанавливает. У ДЦ появились зубы очень интересные, которые тоже дают очень много, соответственно, для сейфа билок, опять же таки, в случае ПВП это классно, а в случае, опять же таки, в ПВЕ, все-таки холик гораздо лучше. И дали очень крутой скилл, прям мега-мастхевный, очевидно, для пати, особенно ПВЕ, это прикосновение вампира, и что же оно делает, да, если сейчас это просто дебаф, то тогда это дебаф, который позволял вам от нанесения вашего вот темного урона, вы дамажите, и когда вы дамажите при прикосновении вампира, вы хилите пати, собственно, ману, хилите пати себе ману, восстанавливаете ману, это очень важно, было на тот момент огромное количество классов и специализаций, у которых были some trouble now, без мана, непосредственно в бою, она очень быстро кончалась. Чернокнижники, ребяточки, Чернокнижники, как всегда, Афлик, топ ПВЕ, ротация сильнейшая, какие-то болезни и спам стрелы тьмы, в общем-то, как это и было на ваниле, ребяточки, по-прежнему. Неплохим вариантом становились демоны для ПВП, и более того, демоны наполовину с Афликами хорошими становились для ПВП, поистине неубиваемыми противниками, у них куча была всегда всякого дерьма, чтобы сделать Жигалю Вау. Дали 7 тьмы для нанесения огромного, супер АУЕ, дамажить, дали им фэл армор, новую броню, если была бы только броня демона, теперь еще есть фэл армор, регейнт хп, увеличить урон от заклинаний, опять же таки для ДПС, вы можете наконец-то теперь призывать союзников, у вас появился не шкаф, но все же суммон, что неплохо. у них появился классный скилл на уменьшение агро, на 50%, уменьшение угрозы исходящей, довольно-таки жестко, неустойчивое колдовство, дали Афликам, хороший вариант опять же таки для ПВП, против диспела, если висеть неустойчивое колдовство, если вы его диспелите, то вешать на себя 5-секундный сайленс, и еще и дамажит вас довольно-таки жестко, так что лучше очевидно этого не делать. фэл гарду, дали очевидно фэл гарду, но уважаемого мужика с топором, демонлоком, и теперь они очень классно чувствуют себя на прокачке. Ну а ДПС Диллинджером, непосредственно демоном, Дестриком точнее, дали вот этот вот Шадоу Фьюри, то есть такой вот каст, который вешает 2-секундный стан, но еще и дамажит, в отличие от нынешнего такого же, собственно, аналога, да? Друиды. Ну, ребятушки, что сказать по друидам? Опять же таки, друиды, в чем суть? Друиды, они как будто бы везде неуместа, везде неуместа, то есть они не самые лучшие танки, в общем-то, не самые лучшие сова-дамагеры, и неплохие в целом АОЕ-хиллеры, потому что появились ходки. Появились ходки, появилось дерево жизни, которое, очевидно, уменьшало КД ман, увеличило жестко хил, это прям был классный персонаж, такой саппорт. То есть если он был танком, то это был хороший офф-танк, потому что, грубо говоря, напоминаю, что Ферал, это была ветка и одновременно танка, и одновременно кошки, поэтому он всегда мог просто обратиться в кошку и наносить, в принципе, неплохой урон какой-то, да? Особенно, если вы умели на нем играть. Если не умели на нем играть, то урон отвратительный. Но если вы умеете, уже что-то, уже что-то. Насколько я понимаю, появился Баттл Рез, они наконец-то могут резать, единственные в игре, кто может в бою резать. Далее смерч, непосредственно, супер имбо скилл для ПВП в основном. Очевидно, флай форма, обход системы, собственно, полетов, не надо ничего покупать, просто вращаетесь в птицу и летаете, не надо ничего тратить, что тоже удобно. Далее, стан Фералом в ротацию, грубо говоря, у них там не в ротацию, но в смысле, тоже от комбо-поинта, как у разбойника, появился станчик у нас. Далее пеньков, опять же, с совухом, чтобы они могли вот этих вот деф-пеньков вызывать, как последний талант. И это уже вроде что-то. Конечно же, бафы на месте для пати и аура совуха на увеличение, там крита, по-прежнему, как всегда, тоже на месте, ребяточки, на месте. Разбойник. Разбойником были топовые комбат ПВЕ. Собственно, хорошо они заходили, ну, и ПВП было в скрытности, довольно-таки классное. Ну, что тут говорить, да, то есть, в принципе, все понятно. Мастера ваншотов, мастера убийств, мастера бурст уронов, мастера контроля абсолютного, да, и чем больше, соответственно, вы скрытность, тем больше у вас контроля появляется. Конкретно, значит, далее, интересный скилл, который тоже прикольный, то есть, финишер, у них есть финишер, да, то есть, накапливаешь комбо-очки, есть финишер, вы его жмете, носится огромный урон и так далее, или какой-то дебаф. В данном случае добавили такой дальний финишер, который позволяет замедлять цель, то есть, вы кидаете, замедляете на 50% цель, чтобы догонять. Далее, такой же финишер на яды, то есть, когда у вас много ядов на стак, она вы жмете, носите там супер-мега урон такой финишер. Далее, скилл на 100% наложение яда, то есть, вы его жмете, получаете один комбо-поинт и, соответственно, 100% накладываете яд. Они обычно не 100% накладываются, а это прям 100% накладывается, что удобно. Далее, плащ теней, который дает не фулл бабл, как сейчас, а давал 90% собственно шанс сбросить вообще с себя все и, в общем-то, уменьшить урон, что приятно. Что приятно. Далее, атаку сразу с двух рук, вот эта вот способность, такие два синеньких метчика, уж не помню, как они называются. В общем-то, другой специализации, но как бы ми-ми-ми, комбат ПВЕ топ, скрытность топ, а вот третий спек как-то, ну, не самый прям топ. Ну и стелсером, ребяточки, опять же таки, в скрытности добавили шах в тень, который увеличивал урон на 20% от следующей способности, уменьшал агро по вам, что, собственно, удобно. И это вроде как ха-ра-шо. И это вроде как хорошо. Ну и плюс телепортировал вас непосредственно за спину цели, давал на 3 секунды 70% ускорение скорости бежа, что, опять же, явно хорошо для ПВП. В первую очередь, поэтому он там и хорош. Паладинчики, ребяточки, паладинчики, это, в принципе, хорошие танки, потому что у них добавили щит мстителя танкам, танкам, то есть, наконец-то он может сдалека что-то ахрить, не в мели, а сдалека. У них вот эти вот земли неплохие, такие они, ребята, в целом, классные. Очень даже, чуть ли, наверное, не лучшие танки Бёрнинг Рузейды, насколько я понимаю, да, то есть, и как бы куча всего у него там на месте, куча бафов и прочего. Тоже, собственно, неплохой хиллером он был, в целом, в основном, в ПВП, потому что у него были, по сути, только соло хиллки и с этим Some Trouble Now возникали, долгие косты тоже неприятные, но, в общем-то, тот факт, что у него было тонны брони, потому что он бегал с щитом, хиллер, естественно, тоже было приятно. Ретрике, очевидно, ну, что дамаги, что с них взять, да, и в ПВП, и в ПВЕ что-то там бегают, дамажат. Ещё один трипл класс, который, напоминаю, доступен всем. Доступен, очевидно, не было. Непосредственно дали интересную штуку на восстановление маны, вот это вот, их всякие вот эти печати, вот эти штуки, дрюки, которые на себя накладывали, теперь есть такая же на восстановление маны, что тоже очень полезно как для себя, так и для пати, что классно. Опять же-таки, они давали вот эти вот свои благословления, то есть благословления на статы, благословления на хп-реген, точнее, мана-реген, да, то есть эти благословления классные, и причём каждое Богословения мог наложить, насколько мне помнится Только один паладин на одну цель То есть, грубо говоря, если у вас несколько паладинов Они могли всех заребафать Что, в общем-то, опять же, полезно Это, в общем-то, опять же, полезно и классно Тонна у них аур, которые тоже можно было одновременно все включить Единственная проблема, что у танков было мало маны Ну, это, как бы, опять же, дело жидейское И что-то надо будет с этим поделать Если полностью правильно сформированная пати То уж прям таких проблем может и не возникнуть, да Классный скилл, который позволяет снять трех противников союзника То есть, такой агро через союзника Жмете в союзника и агрите трех, кто его бьет на себя Такой интересный скилл Крутая аура вот эта их на скорость передвижения Очевидно, делают их самыми быстрыми в игре В принципе, из всех для флаймаунта тоже рабочая Крылышки появились, да, как я уже говорил 30% увеличение урона И крылышки в свое время, вот в это время Минутный давали кулдаун на использование, очевидно, бабла И других вот таких вот хитрых способностей Его как возложение рук, что я считаю довольно справедливо Ну и довольно, как бы, очевидно, легко По идее можно их победить в пвп Потому что особенно, особенно, если вроде вас выйдет какой-нибудь мах, какой-нибудь прист, который все здесь спелит, все сворует И уже паладин, не паладин, что делать? Грустить Грустить Классно у него пассивка Появилась пассивка, которая регенит вам ману От того, сколько вы отхилили кому-либо То есть, оверхил не считается 10% от вашего похиленного возвращаются в ману Что тоже классно, в общем-то, для всех Опять же, специализаций В том числе, да, для танка Который может себя похилить И заодно и похилил, и ману себя восстановил То есть, в принципе, удобно В принципе, удобно Значит, интересная ситуация У каждой фракции, у каждой фракции отдельная была печать То есть, была такая, грубо говоря, печать Которая была альянсером Давала при автоатаках Такой дебаф на урон появлялся, да Ну, в смысле, просто в домах Как тикающая дотка, которая стакалась, да А у бладельфов, соответственно Которые были единственными паладинами в БК Такая аура крови была Ну, печать крови Она, соответственно, что делала? Она вам, за счет вашего ХП Вы наносили дополнительные 35% урона от основного оружия И немножко эти 35%, что нанесли урона Отбавляли себе Отбавляли себе ХП Поэтому типа аура крови Это было различное И имело определенные свои, вся эта ситуация, особенности, да И это классно Это классно Командирская печать появилась Которая была, грубо говоря, основополагателем ДПС Чтобы наносить просто иногда очень много резкого урона Опять же-таки, классный скилл для хиллеров На 50% уменьшение стоимости всех заклинаний На 12 секунд Появился вот этот вот удар крестоноса Ну, или как он называется Вот, что у нас там сейчас Это вот просто нам дает энергию света А это такой удар, который нам восстанавливал на противнике Обновлял все дебафы вот этих вот всяких их печатей, да То есть они кидали сначала Как эта механика происходила? Кидаешь на себя такой бафчик Который от твоих автоатак что-то делает А потом ты используешь печать И этот бафчик превращался в нечто иное Уже на противнике И вот теперь этот удар крестоноса с небольшим КД В общем-то, что делал? Обновлял эти самые печати Причем все сразу То есть, грубо говоря, много паладинов повесили Миллион разных вот этих вот печатей своих Которые, очевидно, и союзники ими пользуются В том числе, когда автоатачат И это хорошо И, очевидно, этот удар он просто обновлял все сразу Всех паладинов в пати Так что это, очевидно, классная штука И классное решение для ПВЕ Учитывая маленький кулдаун, в общем-то Значит, что еще у них добавили, да? Добавили, опять же таки, хиллером Такой интересный, большой такой защитный кулдаун На 30% увеличение брони в какой-то цели Что тоже классно Ну и, ребяточки, шаман Баладин самый такой обширный был Шаман Шаман Все три специализации, очевидно, в чем-то И как-то были имбой, очевидно, везде И в ПВЕ, и в ПВП В первую очередь из-за того, что появился БЛ Слеж-героизм У всех Поэтому это можно было использовать И на арене в том числе Что являлось супер-мощным Куча тотемов Абсолютно на все случаи жизни Куча бафов Опять же таки, грубо говоря, уже Подстраивались, да? Кто там что полезный Элем, например, уходил В ПВП, если с ним были Такие более кастерные варианты Какой-то был Фури С Фури Варом кем-нибудь Или Армсом Хорошо заходил Энг, потому что давал этот Вин Фьюри Тотем свой Который давал экстра шансы на урон Потому что, опять же таки, увеличил на 10% урон от всех атак Непосредственно милишных Что довольно классно Миллиарды просто бафов Тонны бафов То есть о чем тут говорить Соответственно, что ему интересного добавили Добавили вот этот вызов Элементали земли Чтобы танчить Чтобы сильно ауежить Элементали огня Ему добавили Добавили водяной щит Чтобы на себя вешать И ману восстанавливать Соответственно, добавили земляной щит Который тоже был классный Но его могли частенько диспейлить в ПВП Естественно, классный скилл добавили На то, чтобы все свои тотемы возвращать обратно То есть вот вы деретесь Стоят ваши тотемы Жмете скилл Тотемы исчезают И восстанавливают вам 25% маны Что вы потратили на постановку этих тотемов Что, в общем-то, опять же, удобно Чтобы что-нибудь там случайно не запулить Ну и так далее, тому подобное Просто, чтобы ману восстановить Для общего комфортно, да Как всегда, они остались, как хиллеры Однокнопочными работягами Потому что все, что они делали Это цепное исцеление И вот цепное исцеление Это такой скилл, который они продолжат сжать И в Берни Грузейд будут спамить А все остальные косты И, в общем-то, как-то очень уж долгие у хиллера Поэтому он старается и может Собственно, что хотелось бы обобщить по этому поводу Хрубо говоря Было проведено такое голосование На некоторых, очевидно, ютуб-каналах Очевидно, у некоторых стримеров и так далее Кто за кого будет играть И в голосовании показало, что практически одинаковое процентное соотношение Является у каждого персонажа И это неудивительно Потому что, грубо говоря Грубо говоря Все специализации и все классы Были абсолютно необходимы Для того же рейда, условно Для того же пати Все что-то давали Какие-то дебафы, которые помогали на противники побеждать Какие-то дебафы, которые давали ману союзникам Какие-то дебафы, которые, очевидно, как-то еще что-то делали Уменьшали броню Более того Какие-то бафы, опять же, с самим союзником Какие-то увеличения урона Какие-то вероятности крита Какие-то статы тонны всего Тем более Напоминаю, в Burning Crusade увеличили В огромное количество По-моему, в два раза, что ли Количество дебафов на противники То есть, если некоторые персонажи Например, Shadow Priest Не должен был свою дотку класть какую-то, условно Какой-нибудь Хантер Не должен был свой отравляющий выстрел кидать Потому что были более полезные дебафы в рейдах То теперь, в принципе, все могут Просто взять и нажать свои кнопки Чтобы дать что-то полезное в этого босса И количество дебафов было, представляете, ограниченное На цели И нельзя было ее там задебафать Аж в кошмар Поэтому, опять же повторю Неудивительно, что все играют за всех Потому что в каком-то моменте Везде все были полезными Имбалансными и классными Именно по этой причине Большинство игроков уже там С какого-то момента С ритейла Очень сильно ухнетала ситуация Что, ну Что-то Что такое-то Что-что такое Не понимаю Что-что такое Все вот эти вот это Рио, да Все дела То есть, просто некоторые персонажи мета А какие-то нет Даже они Вот какие-то бонусы Они не настолько помогают В прохождении того же ключа Хотя в рейде так или иначе Сейчас до сих пор собирают Чуть ли, ну Не всех, да Но именно классы По большей степени А не специализации Иной раз Так что Такие вот дела Все друг друга заменяют Сейчас А тогда Каждый был В какой-то степени Незаменим Хотя даже Опять же В той же вот этой вот БКшечке У нас были классы Которые могли дублировать Свои способности Насколько мне известно Вроде как дали Опять же таки Охотнику Разбойнику Вот эти вот Хитрые штучки И вот этот вот Напул В общем-то На танка Что тоже упрощает Танкование Очень классно Брать этих ребят Све в пати То есть Игра По факту Если умозаключать В чем конкретная разница Между ванилой И БК На БК У всех Абсолютно Персонажей У всех персонажей Появились Более активные кнопки И персонажи У которых была Грубо говоря Одна Две кнопки Заимели еще кнопки За того же паладина Это был какой-то Ну Какая-то клоунада Вешать на себя Эту штучку Подходите Кидаете печать Вешаете штучку И автоатачите Это было Всю ванилу Больше ничего За этого паладина Нельзя было толком и сделать Часто у него Какие-то хоть скиллы появились Да Он хотя бы не такой АФК Более активные скиллы Более можно бегать Больше можно делать контроля Ну и открытие Непосредственно того Что арена будет На БК Тоже много чему способствует Психологически Эмоционально Поднимает ПВП настрой Ну и рейды Да То есть Будем ходить Вместе с вами Я надеюсь Во все эти рейды Во все эти героики Одеваться Становиться сильнее Посмотрим Как вам зайдет Не зайдет Как мне зайдет Не зайдет Да Если что Всегда можно вернуться На ритейл Но я надеюсь Что зайдет И мы там посидим Ровно столько Сколько нужно Грубо говоря Прибис При рейдовой шмотке Непосредственно Рейд Прошли рейд Все И потом в комнате Ожидание Нового обновления Нового рейда И это В общем-то Классно А я надеюсь Это видео Помогло вам Сделало Какие-то выводы Какие-то выборы Вы тоже сделали Очевидно Вроде как Плюс-минус Понятно По каждому классу Кто из них Кто Кто топ Кто не топ И какие изменения Вроде я рассказал Такие самые Глобальные И спасибо Рядочки За просмотр И Бак-бак-бак-бак Жуаааа Субтитры подогнал «Симон»